Всем привет ребята, с вами Чент и вы смотрите вторую часть половинок. Если вам нравятся эти выпуски, то поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал, потому что дальше есть что смотреть. Меньше слов ближе к делу. Поехали! Ребята, подписывайтесь на мой лайв канал. Стараюсь снимать для вас очень интересный и качественный контент. Юмор, путешествия, интересные встречи. Хотя чего я вам рассказываю, заходите и подписывайтесь, и сами посмотрите. Ссылка в описании. А мы продолжаем. Ну, наступает, в общем-то, новый день, и Влад решил прийти к психологу поговорить. Ну, хрень творит полнейшую. Объясни мне, ты испугался вчера, или что с тобой произошло? Чтобы опять отказали, не захотел, просто ушел. Слушай, ну, ничего хуже уйти со свидания. Согласен. Ну, выхода не видел. Мы нашли девушку, которую ты хотел, правильно? Да, но... Ну, планочка не та уровень, не тот, не мой. Ты вообще хоть чуть-чуть себя воспринимаешь? Как мужчину, как человека. Да плохо, если воспринимаешь, ну, говори. Ну, блин, урод, я неудачник. Себя не вижу сильно. Я хочу в хлам. Слушай, ну, я, по сути, живу ради своей собаки, которой, ну, как бы, не могу оставить. Эту пустоту реально запомнить. Реально поменять твою жизнь. Что, пластическая операция? Ты можешь это сделать. Ты и только ты. Я тебе предлагаю вообще по-другому себя посмотреть. Как посмотреть со спины, разве что лица не было видно. Ты не урод, ты особенный. Твоя особенность это плюс. Я не знаю, как смотреть на это как на плюс. Я хочу познакомить тебя с одним человеком. Тоже такая же ситуация? Подруга, тоже страшная нашли. И что, чтобы вместе горевать с ним? Привет. Привет. Влад. Сергей, в потоках. Влад. Василий Масли. Фотограф-портретист. Он очень хотел с тобой познакомиться. Я реально не понимаю, что он меня сейчас ждет. Я не знаю, как это может помочь мне изменить отношение к себе. Доверься ему. Хорошо? Да. Удачи. Спасибо. Счастливый месяц. Для каждого фотографа интересные образы нестандартных людей с какими-то особенностями. Он что, себе коллекцию фотографий уродов собирает или как? Давай попробуем. Да я реально не хочу фоткаться. Я каждый день в зеркало себя вижу. Зачем мне еще на фотографии какие-то смотреть? И первый образ – буддийский монах. Что это за х*** вообще-то? Да я не буддист вообще на… Я думал просто, что сейчас все постебаться решили. Меня это все ужасно не сделало. Он, наверное, кто покажет фотки, смотрите, типа не настолько страшно. Да? Ты смотришь на меня. Взгляд уверенный, спокойный. Ты опизнатый дзен Владу нияк не вдаец. Что опять тебе жить? Тяжело сидеть так. У меня уже многие эти книги. Они все. Хорошо. Я думал вообще уйти сначала, но так как человеку дал слово, пришлось выполнять. Я остался. Как тебе все наконец-то? Мне не понравилось. Мне будет интересно, что ты скажешь, когда увидишь готовый фотографии. Я отбывал свое наказание и… Обрабатывают фотки, да? Чтобы оно быстрее все кончилось. А пока он еще их фоткает? Але кинець не скоро. Только начало, да? Смотри, Влад, здесь попробуем снять более мистический образ. В этом костюме я выглядел, как какой-то клоун. Глаза напряжены. Вон он демор. Я вообще фотографироваться не люблю совсем. Категорически. Третий образ – найпростейший. Брутальный человек в классичном костюме. Последний раз я отбивал костюм. Семь лет назад, это было на выпускном школе. Я вижу костюмы. Прям взял. Ну, вы знаете, костюм его, в общем-то, неплохо преображается. Голосите, пожалуйста. Ты смотришь на меня уверенно, что он понял. Дабы все быстрее закончилось, приходилось выполнять указания. Я люблю подчиняться. Смотри, Влад, последний наш аккорд. Людям нравятся люди, которые улыбаются. Если ты улыбаешься, у тебя меняется образ жизни. Чего бред? Не умею улыбаться. Просто тупо не умею и все. Я снимаю, пока ты не улыбнешься. Нет, и все. Тут даже не обсуждается. Дай мне одну улыбку. Поверь, что ты не страшный. Все у тебя получится. Больше. Не умею. Это не улыбка. Представь какого-нибудь одного человека, которому ты хотел бы улыбнуться. Мне нужна эта улыбка. Я сразу подумал, Ксюша, и начал ломаться. Ну, может же. Прекрасно. Это оно, 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 оно. Давай. Больше улыбнишь. Давай. Хватит прятаться. Давай. Открывайся. Все хорошо. Все хорошо. Давай, давай. Выходи. Выходи из зоны комфорта. Давай. Ну, что мне нравится? У нас получилось. Спасибо тебе огромное. Я действительно буду рад с тобой поработать. Я надеюсь, что с этими фотографиями ты посмотришь на себя по-другому. Поменяешь мнение о себе. Ну, спасибо. Я реально даже не хочу этих фоток в глаза видеть этого ужаса. Слава богу, наконец-то, бред кончился. Надо скорее сюда сваливать. Не, я сейчас был фотки смотрел. Они свой недостаток превратили в свое достоинство. Ага. Хочешь посмотреть, что из этого получилось? Да. Майкл Берриман. Голливудский актер. 77 фильмов. Нифига себе. Он что сделал со своим недостатком? Такая же болезнь. Сделал достоинством. Я тебе покажу еще одного человека. Мелани Гайдас. Это очень крутая модель. Ее всегда обзывали уродиной. С ней не хотел никто контактировать вообще. Похожая история, да? Ну, да. Что мы видим сейчас? Она востребована. Она свой недостаток превратила в свое достоинство. Я никогда не думал, что такую внешность, у меня нужно использовать в положительном ключе. В этом конверте. Хочешь себя увидеть? Нет. По-любому какой-то трэш получился. Я хочу, чтобы ты сейчас посмотрел на себя нового и сказал мне, кого ты видишь. Я приготовил загрузку на свои фотографии. Там нормальные фотки там разделали. Для просмотру какого-то фильма ужасов. Чтобы надо было попкорн с собой захватить. Ну, прикольно. Офигенно. Уже офигенно? Не верится, что это я. А это ты? Кого ты здесь видишь? Я был совсем не страшный. Очень даже такой хороший нашел чувачок. Почти как я тебе до рекламных всяких духов. Ты видишь где-то вот здесь больного человека? Нет. Я всегда думал, что я хуже других. А тут оказалось, что... Прикольно. Я даже наоборот, у меня есть свои плюсы и достоинства. Самооценочка-то поднялась так хорошо. Вот такой ты настоящий. И таким себя нужно принимать. Я не ожидал просто даже такого. Реально круто. Сделай шаг к новой жизни. Верь в себя и действуй. Реально хочу сменить свою жизнь. Но это еще не все. Новая одежда или что это? Фосканая в футболке. Колоритный подарок. Это как у них забавит обществу. Типа, я такой и пошли все. Я не наркоман, не алкаш. Как будешь себя вести? Ну извините, надо в первую очередь. Я не больной. Дальше уже штурм обрать. Самое главное, не вздумай приходить с пустыми руками. Есть один сайт, где ты можешь найти все. Реклама, да? Варианты для подарков. Хорошего вас ждать. Спасибо большое. Я решил рассказать девушке все как есть. Ничего там не скрывать, не утаивать, не поменьшать. Я постараюсь показать тебе такую, которая есть, на самом деле. И завоевать ее. Надеюсь, что у меня это получится. Я назначил Ксюшу свидание в людном месте, так как больше я не хочу прятаться, будем надеяться, что она придет. Он мне понравился как человек. И мне было интересно опять на второе свидание, чтобы понять, почему он ушел. Я надеюсь, что вступит в течение не в огне. Мне, честно говоря, уже было интересно, когда она не отреагирует. И тут идет Ксюша. Ебачка, я испарюшу. У них симпатичная девчонка. Вижу парня с лизоном в руках. Ну и сразу поняла, что этот человек живет конкретно меня. Привет, Анатолий. Привет. Это ты? Да. Как только я увидела Влада, у меня был стопор. Безумно рад, что ты пришла. Прими знак моих извинений. Маленькие подарочки. Ты живой. Завянута, это на память. Спасибо. Первые пять минут просто его рассматривала. Реально я похож на Гошу Куценко. Шикарно выглядишь. Спасибо. Она выглядела, как богиня, спустившаяся с Олимпа. Я просто стеснялся очень сильно своей особенной внешности. Сейчас, как говоришь, я не скрываюсь. На футболке все написано. Я не наркоман, не алкаш, я не больной человек Эдди. Кто такой Эдди? Пошли, куда-нибудь посадим, я тебе там расскажу. Так что за Эдди? Это такое врожденное генетическое заболевание. Я вообще первый раз в жизни слышала о таком. Из-за этого у меня такое особенное лицо. Всего четыре зуба. Собственно, это же прикольно. Как он пил такой, как он пил. И я еще не потею совсем. Ну, а то иногда и преимущественно. Я не воняю, не хожу. Супер. Постоянно приходится с такой штукой, там ливаться вечно, там все болтино, вообще. У меня терморегуляция нарушена. Я тоже, на самом деле, в жару не выношу. И в этом совпадении круто. Она, по-моему, вообще идеальная для меня. Я очень хотел бы, чтобы мне дала еще один шанс как-то проймить себя и проймать один со мной. Ну что, детка, соглашайся. У тебя будет самое крутое седание в жизни. Мне интересен как человек, поэтому, да, я хотела провести это действие. Почему я должна отказываться от общения с человеком только из-за его внешности? Всю свою жизнь я прятался. Молодец, девочка. Исполнение даже маленьких желаний. Поэтому хочу предложить тебе написать все свечи. Посмотреть, может быть, что-нибудь совпадет. Сделать это на нашем с тобой свидании. Давай. Давай, напишем по пять желаний. Пиши. А вдруг сейчас ничего не совпадет? Это будет просто жопа. Давай с тебя начнем что-то делать. Поесть странной еды. Нет, попробуй, что-то экземпочечкает. Вот так, так. Хочу кота. Тоже есть такой пункт, где вести кота. Показаться на карту. Да странно, но это второе. Думаю, начнем с картины. Да. Средизм нашего списка, я думаю, свиданием будет нескучно. То есть они типа по списку тупо одно и то же самое написали? Якобы это случайность? Я понимал, что до карты мне еще очень прилично ехать. Надо представить, что мы все логи и что это все случайность. Девушка в обморок от перегрева и не опозорится. Я очень переживал за то, что она может как-то реагировать на особенности моего организма. Классно тебе? Ни в одном моменте мне было стыдно, что я с ним нахожусь. Мне абсолютно пофиг, если честно, что там люди думают, смотрят и так далее. По-моему, она нормально к этому отнеслась с пониманием. Чего доволен? Что ж, мри и маяк, стартуя катание на картинках. Будем покататься с вами? Я бы тоже показал. Я тоже люблю такие штуки. Мне очень важно, чтобы мужчина платил на свидание его девушку. Влад, большая умничка. Пункт первой защиты. Мы взяли сразу по два захода, чтобы полностью удовлетворить свои желания. Ежды. Я тебя взял. Я жду, я жду в мою игру. Как только загонялся зеленый свет, я умчал вдаль. Было нереально круто. Я сразу влажал в кураж. Очень хочется верить, что у них все будет хорошо. Но вот не знаю, выберет ли она его. Он ее уже точно выберет. Это тысячу процентов. А вот с ее стороны... Чувствовал этот вкус адреналина. Даже забыл, что на улице ужасно жарко. А мне на жаре нельзя находиться сильно долго. Не потеет же. Я даже не заметил, как мне резко стало плохить. Вода нужна. Я очень сильно перегрелся. И мне стало безумно плохо. Что случилось? Я очень испугалась, потому что я смотрю, ему реально плохо. Это страшно. Я же не терпел до последнего. Так и зачем ты терпел? Надо было остановиться просто. Нет, мужик, мужик терпел. Я сразу решила делать все, что могу. Давай схожу на мочу. Спасибо, мужик, благодарю себе. Он же ж не потеет. И тело греется. Тяжело. Лето, солнце. Мне было очень не по себе. Я не хотел, чтобы Ксюша видела меня таким слабым, уязовимым. Накиня на себя, она будет охлаждаться. Я просто орудие не понимаю, как же я. Меня очень удивило то, что мне не растерялось. Поддержало, отправило заботу. Я посидел, отдохнул и решил, что надо поскорее продолжать, так как не хотел портить свидание своим болезненным видом. За животными пошли. Спасибо. Я очень обрадовалась, когда мы пришли в зоом-магазин. Очень люблю всех животных. Мне не хотелось о ком-то заботиться дома. А то приходишь, тебя никто не встречает. Смотри. Вот что хочу. Питон. Так может, и он вместо кота. Правда, стоило он, конечно, на два куска. Ну, я был готов его купить. Ну, почему-то он сказал, что лучше все-таки кота. Были два котенка. Ой, какие беленькие. Класс. Другой рыжий. Белый. Тебе какой нравится? Беленький или рыженький? Вообще рыженький. На тебя похож. Мне тоже нравится рыжий. Он такой классный, такой милый. Он очень. Ооо. Ну, вот здесь ныне другое мрее пометно покрещуе настрій обо. Держите. Спасибо за котел большое. Делайте мне пламя. Здравствуйте. Рыжая. Очень приятно видеть, как Ксюша улыбается. Милое животное. Ну, и теперь самое время для того, чтобы исполнить наши последние совместные желания. А, еда. Девушка, возможно, на втором? Да, конечно. Можете подсказать что-нибудь по кусочкам, такие экзотические? Да, конечно. У нас здесь экстремальные закуски, зоофобосы. Ну, давайте. Экстремальные? Я думаю, это кремль, может, какие-то там соусы. Ну, какие вы знаете, что оно такое. Как назовем кота? Ну, поскольку это твой подарок, у меня есть предложение назвать его Элди. Очень интересная кличка. Ну, так и редкая. Ваши экстремальные закусочки. Приятного аппетита. Фу, там что-то шевелится. Там живой червяк. Фу, бля. Баба, так да. Вообще. Личинки. Я охренел. Как будто они зашли в подвал, насобирали все, чего только можно, и пожарили это. Я, конечно, хотела. Давай, давай. Это по вкусу. Оно должно быть вкусно, как мяско. Да, в принципе, даже неплохо. Если бы не усики и лапки, которые постоянно выстрелят в горле. По вкусу похоже на чипсы. На чипсы? Не ем, смотри. Напробуй хоть. Я сейчас не попробую. Сейчас блеванет. Потом, возможно, жирь. Но они такие мерзкие. После котика в червяке это слишком. Слезы на глаза наворачиваются. Ну, надо себя переосемить. А потом такая, ну, неплохо. А ты перевариваешь свои комплексы. Ты понял? На аппетит, да. Оно по вкусу, как жареный червяк. А откуда за вашей куглей жареный червяк? Нет, зотика закасывается на суши. Вон, кто выполнит. Смелая девушка. Я был удивлен. Ну, приятно. Давно хотел. Что сделать? Можно просто, не выгляну татуировки. Очень красиво. Я так вам только могу мечтать. А со скольких лет вообще, примерно, начал увлекаться татуировкой? Наверное, в 14 сделала первую татуировку на поясницу. Ну, после нее оно как-то и понесло. Понесло. В 14 тоже? Да, у меня вообще всего 5 татуировок. Я хочу полностью зебиться. У меня есть одна идея. Посидеть здесь, я счастливую. Что уже задумала Ксюша? Владу, Влад, чекайте на девчину, хвилин 15. У меня просто невелико работает друг. И я взяла у него... Машинку? Да. Ты сделал очень много приятностей для меня. Поэтому я тоже хочу тебя отблагодарить. Сделать тебе что-то от себя. Давай. Тату? Серьезно? В кафе? Давно хотел себе несколько рун. Вот. Не попробуй. Это руна воина. Это руна жизни. Кельтские руны. Именно на ними сердечком. И смертный влюбленный воин, если сердечком. Да. Я даже не знаю, где идти она или нет. Пусть уже будет, что будет. Тебе доверяешь? Да. До Влада я била куровку три раза. И то в один вечер. Троим своим друзьям. Полетели. Там вот нарисовали? Эй, стоять! А почему не сделали какой-то чертеж на ноге? Я трясусь, пожалуйста. Да, мне вообще не больно. Да вообще не больно. Я ведь мужик. Ну вот, если тебе нравится. Ну, очень прикольно. Будет что-то вспоминать. Это было самое идеальное свидание в моей школе. Мне это случилось. На жизнь ты зарабатываешь. И ты даже не зарабатываешь другим. А если не сидеть, чем зарабатываешь? Я модель. Я профессионально этим занимаюсь. Разоплаживаю. От рекламы одежды. Заканчиваю. Отвесы, все стилины. Это что, реально голая фоткается? Интересно было посмотреть. Для меня это просто работа, я тебя буду показывать. Давай. Вот так вот. Ого. Ох, открался незаметно. Она мне настолько сильно нравится, что я бы даже не хотел, чтобы на нее другие мужики смотрели. Давай, где-то смело. Ого, фотки, да. Девушка не должна зарабатывать таким способом. И как реагировали твои парни. Абсолютно спокойно. Я поехала, снялась, переехала домой. Как будто я не усил, если бы твоя девушка работала в подобном жанре. Я даже не знаю. Я просто раньше с таким не сталкивался. Не очень бы, конечно, хотела заводить отношения с девушкой, которую кто-то бы применил. Он неприятный. До этого момента я считал тебя идеалом, но сейчас я просто не знаю, как на это реагировать. Для меня очень важно, чтобы меня воспринимали, у меня такой пока есть. Потому что меня очень многие пытались меня исправить, как-то перенастроить. Каким бы человек ни был хорошим, если он не может тебя принять, то это уже не твой человек. Ну, она же готова тебя принять таким вот. Почему ты не можешь принять ее? Она же не изменяет. Это работа ее. Фото. То, что готовы Влада Ксюша принять особливости одне одного, покаже финальная встреча. Не знаю, знаете, вроде и она может его выбрать. Здравствуйте. Здравствуйте. Волнуешься? Волнувся. Ну, это естественно. Вот от ухо на позвоночнике. Что, как настроение? Намного увереннее. Я перестал считать там всяким-то уродом и неполноценным. Стремлюсь становиться лучше. Каким тебе показался Влад? Когда я увидела его без грима, первые пять минут хотелось просто рассмотреть. Мне было непривычно и неловко. Были моменты, которые не понравились на втором свидании? Она сказала, что она фотомодель. И среди всех видов фотографий она еще и занимается фотографиями в стиле ню. Я считаю это неправильным. На самом деле, до второго свидания я была уверена, что он скажет «да». Но сейчас, после того, когда я ему рассказала о своей профессии, я увидела, что его-то где-то оттолкнуло. Ты думаешь, это его может оттолкнуть? Да, да, да. Вот поэтому сейчас я не знаю, чего ожидать. Если у тебя получится с Ксюшей, это круто. Если вдруг что-то не получится, нужно искать своего человека. Верь в себя. Субтитры создавал DimaTorzok Как мужчина начну. У нас с тобой было два свидания. Первое, по моей вине, с треском провалилось. На втором свидании я всячески старался сделать я счастливой, сдавить и улыбаться. Изменения во мне начались, и изменения реально очень большие. Я готов менять себя и дальше. Я готов переехать в любой город. Я готов найти хоть, знаю, 10 работ, сутками пахать, пойти в спортзал, что угодно. Только ради того, чтобы рядом была такая богиня. Еще, я влюбился. Я говорю, да. Влюбился. А вот что она скажет, да? Я пришла на этот проект для того, чтобы влюбиться с первого взгляда. Но этого не произошло. Ну и ничего. Можно со второго. Ты очень хороший человек. Ты очень много сделал для меня. Мне это очень понравилось, я это действительно ценила. Ты мне показал, что внешность – это не главное. И я очень долго думала, какое решение сегодня принять. Я тебя очень мало узнала. И поэтому я предлагаю узнать друг друга получше. Предлагаю начать дружбу. Ну а дальше посмотрим. Я очень рад, что у Влада получилось выйти из зоны комфорта. И он поверил в себя. Согласен. Его принял не только мир, но и Ксюша. Это здорово, правда? Да. Ну что, ребятушки, вот мы и подошли к концу. Я надеюсь, что вам нравились выпуски половинок. А если это так, то поддержите меня лайком, пишите комментарии. И если все окей, то будем дальше обозревать эти проекты. С вами был Андрей Чент. Всем пока.